Какая радость нырять под воду и смотреть на рыбок. Что для этого нужно? Масочка обыкновенная, в рот трубку вставить, на ноги ласты надеть. И всё. Но это было до недавнего времени. Как вы знаете, этим летом акулы просто озверели. Поэтому ещё необходимо с собой брать вот такую мелочь. Гарпун! Бу-бу! Арбалет! Этот арбалет аккуратненько заряжаем, вставляем сюда какую-нибудь стрелу. И если к вам подлетит какая-нибудь акула или просто подплывёт поговорить, сразу ей в рыло на! Но здесь вопрос. Оказывается, стрельба под водой – это совершенно отдельный вид спорта, которому тоже нужно учиться. Вот, пожалуйста, наш сюжет. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-Царевич. И отправился он невесту искать. И лук с собой прихватил, как положено по традиции. Где стрела упадёт, там парню и свататься. Выстрелил Иван-Царевич на удачу, а она от него отвернулась. Угодила стрела в болото. Но не это самое страшное. В ответ из болота другая стрела прилетела. Да так и до свадьбы не доживёшь. Хотел Иван нырнуть, да сдачи дать. Но призадумался. Что за стрелок там сидит подводный? Сказки сказками, а подводные стрелки реально существуют. Люди без всяких аквалангов, только в маске и ластах, плавают под водой и стреляют по мишеням, соревнуясь в скорости и точности. Первые соревнования по подводной стрельбе были частью подготовки бойцов морского спецназа. Сегодня это профессиональный вид спорта. Наш герой тоже спортсмен. Это в сказке он, Иван Царевич. А в жизни мастер спорта международного класса Ренат Насруддинов. Он занимается спортивной стрельбой из лука. Между прочим, Ренат неоднократный призёр чемпионатов России. У него что не выстрел, то в яблочко. Но это на суше. А сможет ли Ренат сохранить свою точность под водой? Программа «Галилео» отправила лучника в бассейн на тренировку к подводным стрелкам. Ну что, ребята, научите нашего царевича под водой сражаться. Подводники не против. Да только лук для этой цели не лучший выбор. Стрелы у него чересчур лёгкие. А тетиве под водой мощности не хватит. Да и спусковой механизм быстро заржавеет. Ты, Ренат, пока переодевайся в гидрокостюм. А мы подберём тебе новую пушку. Для подводной стрельбы используют пневматическое ружьё. Его заряжают гарпуном. Металлической стрелой длиной в полтора метра. Выстрел происходит за счёт энергии сжатого воздуха. Гарпун вылетает из ружья со скоростью 23 метра в секунду. Чтобы произвести следующий выстрел, нужно просто вернуть снаряд обратно. С ружьём гарпун соединяет линь – пятиметровая леска. Ренату уже не терпится попробовать новое оружие. Но сначала из бассейна нужно сделать подводный тир. Для этого нужно отгородить от людей участок длиной в 25 метров. Затем обозначают линию старта. Отсюда спортсмены будут заныривать под воду. А через 10 метров размечают огневой рубеж. На дне в этом месте монтируют ручки-присоски, за которые стрелок будет держаться во время стрельбы. Ну и, наконец, самое главное – подводные мишени. Это 10 глазков, каждый по 9 сантиметров в диаметре. Обратите внимание на щит. Он покрыт резиной, чтобы гасить скорость гарпуна. Под водой мишени устанавливают на расстоянии 4 метров от огневого рубежа. Ну вот, бассейн к тренировке готов. И наш Ренат тоже. Так сказать, в полной боевой экипировке. Последняя деталь – ремень с грузами. Это чтобы было проще под водой. Балласт на поясе нейтрализует Архимедову силу. Первым делом Ренат должен научиться заряжать ружьё. По технике безопасности делать это разрешается только под водой. При этом ни в коем случае нельзя направлять ружьё вверх или в сторону. Только на мишени. Подводная стрельба – это опасный вид спорта. Гарпун выстреливает со скоростью 23 метра в секунду. И если он попадёт в борт бассейна, то с такой же скоростью может вернуться обратно. Поэтому надо быть предельно осторожным. Ну вот, теперь Ренат готов стрелять. Увы, по нулям. Может быть, у нашего героя проблемы со зрением под водой. Что же, это легко проверить. Отправим Рената на медосмотр к окулисту. На суше спортсмен прочитал все буквы десятой строчки. Это значит, что острота зрения у него идеальная и равна единице. Интересно, а сколько строчек Ренат увидит под водой? Вода плотнее воздуха в 800 раз. Поэтому сильнее преломляет свет, ухудшая видимость примерно на 40 диоптрий. Чтобы прочесть даже самые большие буквы, Ренату пришлось приблизиться к ним вплотную. Вот почему спортсмены стреляют в масках. За счёт воздуха под стеклом видимость выравнивается и становится практически такой же, как на суше. Пусть не 10, но 9 строчек Ренат прочитал. А раз со зрением у него всё в порядке, значит наш герой просто не пристрелялся. Дадим Ренату сделать 10 выстрелов. Как и в спортивной стрельбе из лука, чем ближе к центру мишени попадёт стрелок, тем больше очков он получит. Попадание в яблочко стоит 10 очков, а в край мишени всего 6. Смотрите-ка, наш лучник приноровился. Не зря в детстве он занимался плаванием. Посмотрим, сколько очков ему удалось заработать. 6, 9, а этот выстрел почти в десятку. Всего 72 очка из 100 возможных. Это очень хороший результат. Но есть одно но. На стрельбу Ренат потратил 16,5 минут, а подводным стрелкам дают всего 10. Переходим к следующему заданию. Это стрельба с подплывом. Перед выстрелом спортсмен должен проплыть на одном дыхании 10 метров, а потом ещё и вернуться обратно. Но упражнение даётся 3 минуты. Кто закроет больше мишеней, тот и победил. Посмотрим, какой результат получится у Рената. Увы и ах, он только успел доплыть до огневого рубежа. А на выстрел не хватило дыхания. Вторая попытка. Выстрелить удалось. Но, к сожалению, мимо цели. Может, с третьим заданием повезёт чуть больше. Подводная стрельба, как вид спорта, произошла от подводной охоты на рыб. Поэтому напоследок мы предложили Ренату пострелять под движущиеся мишени. На этот раз результат удивил даже опытных подводников. Тренировка удалась. Теперь Ренат может стрелять не только на суше, но и под водой. А значит, самое время сразиться с нашим сказочным противником. Вот это да! Теперь видно и свадьба не за горами. Если вдруг в вашем доме затопило подвал, не беда. Наденьте акваланг, возьмите арбалет и дальше всё, как в нашем сюжете. Редактор субтитров А.Семкин